Всем привет! С вами дневник системного администратора и сегодня я хочу рассказать, как выбрать блок питания для вашего компьютера. Блок питания это устройство преобразования сетевого напряжения, например 220 вольт и до заданных значений. Для начала мы рассмотрим по каким критериям можно выбрать блок питания для компьютера, а потом рассмотрим некоторые моменты более подробно. Главным и основным критерием выбора блока питания это есть максимальная требуемая устройством компьютера мощность, которая измеряет в единицах измерения мощности так называемой ваты. К примеру, например, если у вас, например, видеокарта, например, как Sapphire, может потреблять мощность до 400 ватт. То есть для подбора блока питания нужно определиться с комплектующими и узнать, какова их потребляемая мощность. Давайте примерно рассмотрим, например, процессор у вас потребляет 130 ватт, материнская плата потребляет 40 ватт, 2 памяти по 10 ватт, жесткий диск потребляет 40 ватт, видеокарта, например, потребляет 300 ватт, там DVD, CD-ROM потребляет 2 ватта, кулеры, смотря сколько у вас стоит, может 2, 3, может 5 штук их быть, они примерно по 2 ватта потребляют. Итак, после этого все эти суммы мы сбиваем в единое, и, например, если у нас получается примерно 600 ватт, например, вы все сбили, процессор, материнскую плату, память, жесткий диск, видеокарту, кулеры, CD-ROM и у вас получилось 600 ватт, до этого вам надо накинуть примерно процентов 20, это там 120 ватт еще сверху, например, если у вас получилось 600 ватт, то есть, значит, вам нужно выбирать блок питания примерно на 720-750 ватт, для этого компьютера с этими всеми начинками. Итак, с мощностью мы разобрались, теперь выберите тип блока питания. Отличие устройства заключается в типах подключения, есть два типа, модульный и стандартный. Модульный, это подключение кабеля при необходимости, что это является практично, можно освободиться от множества ненужных проводов внутри системного блока. Стандартный, имеет несъемную связку проводов, используется в простых и дешевых моделях. Блоки питания разделяются по типу коррекции фактора мощности, это активная и пассивная. Активная, выполнена в виде дополнительной платы и предоставляет собой еще один источник питания. В отличие от пассивной, улучшает работу блока питания, стабилизирует входящее напряжение и устойчиво к кратковременным перепадам напряжения. Это такие производители, как Shift-Tec, FSP, Cooler Master и другие. Пассивная система, это неэффективное изглаживание импульса напряжения. Устанавливаются в простые блоки питания, предназначенные для бюджетных корпусов. Это такие производители, как Zellman, Logic Power и другие. Обратите внимание на разъемы кабеля вашего устройства, предназначенные для подключения комплектующих. Стандарт ATX имеет все необходимые коннекторы, чтобы подключить оборудование. Для игровых систем с использованием дополнительного питания видеокарт не меньше ATX 2.3. Для офисно-мультимедийных систем не ниже ATX 2.2. Обязательно обращайте внимание на номинальную мощность устройства, а не на пиковую. Смотрите на коэффициент полезного действия. Блоки питания различают по его КПД. Если КПД ниже 80%, используют в бюджетных системах. Если КПД выше 80%, это уже в геймерских с большой производительностью. Такой блок питания имеет международный сертификат 80+, разделенный на несколько категорий. Бронз, Сильвер, Голд, Платину, Метитанум. Преимущество высокого КПД блока питания это. Меньше потребление энергии, например, если блок питания 500 Вт, сертификация 80+, Голд, КПД 90, без сертификации КПД приблизительно 75. При нагрузке 50%, это 250 Вт, сертифицированный блок питания расходует от сети 227 Вт. Несертифицированный 333 Вт. Следующим фактором является уменьшение нагрева корпуса, поскольку в два раза меньше рассеивается тепло. Увеличенная продолжительность работы блока питания из-за низких температур. Тихо работает, поскольку отводит небольшое количество тепла и вентилятор работает на низких оборотах. Качественное питание для комплектующих обеспечивает надежную работу всего компьютера. Ну и естественно, есть и недостаток, это высокая цена. Еще одним фактором, который главное обращать на блоки питания, это охлаждение блока питания. Чем больше кулер, то есть вентилятор, тем тише его работает. Современные блоки питания укомплектованы 120 мм вентиляторами и больше, которые меняют количество оборотов в зависимости от нагрузки. Сегодня на рынке существует много разных блоков питания, от дешевых и до очень известных брендов. Хороший блок питания можно найти и среди дешевых. И все же можно дать пару советов по выбору блока питания. Качественные блоки питания не могут весить меньше килограмма. Обратите внимание на маркировку проводов. Как на картинке сейчас вы увидите, если написано 18 АВГ, это значит нормальное. Если 16 АВГ, это очень хорошо. А если 20 АВГ, то это уже провода низкого качества, можно сказать даже брак. Еще один критерий по выбору блока питания, это размер блока питания, который зависит от форм-фактора вашего корпуса, где он будет стоять и мощность самого блока питания. В основном все блоки питания идут стандарта ATX, как вы видите на их рисунке. Но есть и другие блоки питания, которые не относятся к определенным стандартам. Смотрите, когда выбираете блок питания, смотрите на маркировку, которая указана на блоке питания. Не всегда она бывает корректная, потому что китайцы привыкают делать маркировку одну с заданными параметром и там 500 Вт. Но на самом деле он не выдает свыше 400 Вт. Так что лучше всегда взять с запасом. Тем более, что ваше железо не употребит больше, чем того ему требуется. В принципе, я думаю на этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте жирный пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет много разной интересной информации на нашем канале. Спасибо вам, до свидания. Спасибо.